Всем привет! Сегодня мы вместе с вами рассмотрим гениально простые и популярно-популярные схемы, очень нужные в домашнее хозяйство, которые сделаны из очень-очень простых деталей. Вы наверняка видели такие схемы на просторах интернет. Они запатентованы, они закопирайчены, и мы рассмотрим. И, конечно, в своем духе я их обязательно упрощу. А как можно упростить упрощенное, то сейчас вам и расскажу. Заставочки с вот такими выгнутыми-загнутыми проволочками, тиристорами, транзисторами, либо полевыми семисторами, вы наверняка встречали. Там есть припаянные пружинки, светодиодики, диодики, ну и еще масса чего-нибудь такого красивого и яркого, бросающегося в глаза. Очень хорошо такие схемы выглядят с древними транзисторами, вот такими шляпкообразными, либо же с музыкальными транзисторами, вот такими вот черно-безобразными. Но все эти схемы имеют одно общее-общее свойство. Они не работают без батареек. Эти схемы обязательно включают в себя либо аккумулятор, либо крону, либо хотя бы маленькую батареечку. Правда, есть конструкторы, которые смогли обойтись без батареек и немножечко-немножечко использовали заряженный конденсатор. Да, это гениальное решение, но я пошел еще дальше. Итак, что из себя представляют подобные схемы? Подобные схемы, которые валяются у меня на столе, представляют не что иное, как индикатор скрытой проводки или же электромагнитных наводок и полей. Из чего они состоят? Из антенны, какого-нибудь ключа высокочувствительного и всякого обвеса, который должен отвлекать глаза от главного действия. Ну, а схематично это можно нарисовать так. Допустим, у нас есть такой MOSFET или полевой транзистор, который можно подключить к батарейке и, конечно же, через светодиод. Или наоборот, светодиод подключить к батарейке через вот такой вот полевой транзистор. Осталось только что очень аккуратно на крупном-крупном экране пассатижами либо отверткой согнуть вот такую красивую-красивую спираль и подсоединить к затвору. Тогда наводки, водки, ну, короче, электромагнитные поля, наведенные вот на эту спиральку, будут воздействовать на затвор и этот транзистор будет открываться. Конечно же, светодиод будет светиться. Гениальная, простая, шикарная схема. Интересно, почему ее до сих пор никто не сделал на тиристоре? Неужели тиристор столь загадочная и странная штука, что она не подвластна хорошо загорелым пальцем и паяльником с пассатижами? На тиристорах этого никто не делал. Наверное, это буду я. Но мы отвлеклись. Пружинки и вот эти вот антенки, конечно, хорошо припаиваются не только к затворам тиристоров, к затворам полевых транзисторов, а еще и к базам. Наверное, эти схемы можно разделить на два типа. З и Б. З это затворные схемы, Б это базовые схемы. Пожалуйста, аббревиатуру не путайте. Базовые схемы легко подсоединить вместо вот этой вот зигзагообразной проволоки, которую очень аккуратно надо изгибать, хотя вместо нее можно использовать и вот такую спираль из скрепки, обыкновенный, обыкновенный выпрямительный диод или же высокочастотный диод. Главное, чтобы он был достаточной длины и мог подавать на базу некоторый сигнал. И опять-таки у нас маленький светодиодик, желательно, чтобы он был красивый, блестящий или вот такой вот выпуклый, линзообразный. Он подсоединяется к батарейке через транзистор. Если на антенну подается сигнал, конечно же, транзистор приоткрывается и светодиодик светится. Не за всеми транзисторами, как с полевыми, так и с биполярными, проходит такой фокус. Дело в том, что как полевой транзистор имеет очень высокий коэффициент усиления, так и биполярный должен иметь тоже очень высокий коэффициент усиления. Мало того, задавать режим полевого транзистора, желательно, используя какие-нибудь дополнительные резисторы, катушечки или детальки. Можно конденсаторы. Поэтому здесь может понадобиться смещение. А можно и без него. В принципе, это будет работать и так, и так. Ну а теперь, чуть более интересные вещи и чуть более интересные эксперименты. Можно ли на полевых транзисторах, используя те же светодиоды, ну или такие же светодиоды, и обыкновенные диоды, и антенны, и катушки, а может быть и даже без них сделать схему, которая будет реагировать на проводку, водку, таким же образом, то есть чтобы светодиодик светился? Да, конечно, можно. Мало того, уверяю вас, можно обойтись и без батарейки. Убрав лишние детали, мы можем соорудить вот такую конструкцию. Да, на микросхемах. А это же модно. Это программируемая микросхема, которая имеет непосредственное отношение к полевым транзисторам. Там их два. Да. Может управлять множеством светодиодов, хоть восьмью, хоть десятью, а может даже и одним. Но преимущество этой схемы в том, что к этой схеме я не буду подключать ни конденсаторов, ни кром, ни даже маленьких пальчиковых батареек, от которых я так люблю запускать всевозможные устройства, которые для этого не предназначены. Я обещаю вам, что вот такая схема будет реализована без питания и будет делать все то же самое. Она будет зажигать светодиодик. В том случае, если вот эта антенна, которой тут в этой схеме тоже нет, я упростил схему, будет чувствовать электромагнитные наводки. Давайте паяльник в студию, и мы попробуем что-нибудь увидеть. В качестве индикатора, наверное, будем использовать вот этот красненький светодиодик, потому что это модно, это красиво. Давайте включим паяльник, и посмотрим, что будет происходить, если мы будем подносить красненький светодиодик. Вот, 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 вот. Вот. Что мы видим? Мы видим, что возле паяльника светодиод светится. Чтобы увидеть разницу, я сейчас прикоснусь. Вот так вот, видите, я прикасаюсь пальчиком, вот здесь, и светодиодик гаснет. Никаких батареек, вот вы можете прекрасно видеть, что никаких батареек в этой схеме нет. Я просто беру ее вот здесь пальцем, вот здесь пальцем, да, у меня пальцы, наверное, являются батарейкой, и светодиодик начинает светиться, когда я вожу, пожалуй, у паяльника, или даже рядом. Давайте покажу, что это дело происходит рядом, вот так вот. И вот, смотрите, если я прикасаюсь с этой стороны пальцами, светодиод гаснет, его хорошо видно на черном фоне ручки, а без пальца он горит. То есть, мы чувствуем сетевую наводку. Если же я сейчас отключу паяльник от розетки, светодиод погас. То есть, как бы мы тут уже не контачили. То есть, это действует не только вот на этом контакте, хоть тут и есть изоляция. Это действует и на, скажем, вот здесь вот, на этом проводе. То есть, мы можем искать скрытую проводку без всяких батареек. Вот, просто используя вот такую хитрую схему. Ну, не спешите злорадствовать и радоваться, я вам покажу, что и даже эту схему можно упростить. Давайте еще разок включим паяльник. Включим паяльник, и светодиодик загорелся. Давайте вот так вот, вот так вот видно характерные вспышки. Когда я заземляю антенну этого очень хитрого устройства на полевой микросхеме, то светодиодик, вот он, очень хорошо вдоль кабеля у меня светится. Если же я возьмусь вот так, то никакого свечения не будет. А вот так свечение будет. Ну, а теперь для каждой загадки нам нужна разгадка. То, что вот такие схемы работают благодаря тому, что есть батарейка, которая через транзистор воспринимает вот эту вот сигнализацию на антенку и засвечивает этот светодиодик, либо вот в таком варианте, нет ничего удивительного. Но как же без батарейки светится вот этот светодиодик? Ну, все дело в том, что вот вся эта хитромудрая конструкция может быть урезана ровно, ровно на три элемента. Это мы уберем полевой транзистор и микросхему, мы уберем вот эти вот светодиодики и оставим, оставим, наверное, проволочку вот такой длины. Да, проволочка вот такой длины является хорошей антенной для того, чтобы светодиодик, благодаря тем самым наводкам, которые открывают вот эти вот транзисторы, светился, да, ведь когда здесь появляется излишний заряд, этот заряд открывает транзистор, но этот же заряд может и засветить этот светодиодик. Куда я касаюсь пальцем? Вот сюда. Я являюсь большой емкостью, сам по себе землей, и тогда, если я держу вот здесь вот светодиодик пальцем, вся вот эта конструкция начинает являться обыкновенной антенной. Ну, как она и была антенной. Только через этот транзистор проходит сигнал, который способен не только его открыть, а еще и засветить маленький красный светодиодик, что вы только что и видели. Да, это некоторое подобие индикаторной отвертки. Да, я ничего великого не изобрел. И да, вы ведь очень часто видели подобные схемы, которые набирают огромное количество просмотров и лайков, чему я, ну, конечно же, завидую. И поэтому показываю вам, как я могу сделать еще проще. Быть может, хотя бы пару лайков заработаю. А на этом все, ребята. Пока. Если вы улыбнулись, это хорошо. Ну, а если вам грустно, ну, что я могу поделать? Послушайте какое-нибудь веселое радио. А на этом все, ребята. Bye-bye.